здравствуйте мои дорогие хочу вам показать смотрите не закрывая двери на замок у меня лев лежит под дверью ведь утром встаешь а он лежит ну и двери охраняет и ковер охраняет что никто не украл так что у меня защита конкретно если такой охранник то так трошки 6 неудобно лежать чего мне бояться если у меня такая охрана господи он два ключа лежит калитка закрыта зачем можно все открыто держать уж понимаете меня лев охраняет дом ну что сегодня будет конечно жарко мои дорогие не знаю вчера лариса серёжа были на именинах а мы не договорились насчет рыбалки будем ехать или нет поэтому не знаю проснуться посмотрим курица у меня замаринованная смотрите за вигелу вам говорила вот она отцвела весной а теперь она будет вот так выбрасывать эти пупочки такие и будет такой цвести там 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 то есть куст очень красивый и удобно что цветет а розы не туда вот эти остались только две эти эти две большие ветки срезала тетя катя это мама лариса на скажу она поздравила ее с именинами но цветы обязательно женщина любая женщина любит цветы так что сейчас я не попью чайок и уже подумаю что же мы с вами приготовим потому что я не знаю что бы я хотела вчера вечером постирала думаю не буду утюжить пусть повисит хотя вы уже так целый день туда-сюда туда-сюда мой вообще просто караул опять пришла газетка наша видите у нас такие газеты ходят маршрутка по 3 гривне это только те маршрутки которые у за чайными скажите мне у нас вообще дороже маршрутка 5 гривен по-моему стоит маршрутка сейчас а так и вот вот видите рост катяки рукавица в случайном режиме вот наша двадцать восьмая маршрутка вот она это та маршрутка которая пенсионера возит вам или бесплатно или по 3 гривна вот это вот дают здесь вот красивые девочки программа вот видите это бесплатно газетку нам приносят вот этот депутат какой-то нам это все делает в магазине скидки то есть такая знаете я газету прессу сейчас не выписываю если мне нужна какая-то информация посмотрю в интернете поэтому приносят и спасибо почитаешь а потом хорошо на распалочку так вот такие вот не знаю честно говоря что приготовить вчера я купила это масло по типу маргарина чтобы приготовить этот типа кекс типа зебры то что вам говорила то что вам говорила то что я вам говорила повторяется в школе помню у нас учителька украинский могла так на ему так не можно и вот главное то что некоторые учителя говорили все пролетало мимо мимо ушей а вот некоторые учителя говорили помнишь как сейчас как сейчас прекрасно без буквы т пословица была такой такой стих что не прекрасно не на и напрасно букву и прекрасно не прекрасно этот это букву т писать напрасно вот пожалуйста ты запомнил на всю жизнь то есть учителя там раньше учителя конечно были господи спасибо им большое мы думали что знаете они нас вот издеваются над нами как мой боже мы быстрее бы школу заходить а сейчас ты понимаешь что раньше учителя были такие что они хотели тебе в твою голову вдалдонить что-то английский язык валентина валентина артемовна да если вы еще живы генька я вам вам гекнеться и дай бог вам здоровья как она старалась нам привык и цель английский язык а мы там нафиг он нам надо да нафиг надо высадить какая ситуация холодного на война с америка и зачем она нам надо майнеем из алла и еще вот из тебя спрашивают вот из юный моторич майнеем из алла ковальчук у меня там была фамилия алла болбот ай ливен in кременчуг я живу кременчуге там еще стрит какая-то стрит называлась а то есть все а сейчас смотришь и думаешь господи чего же я не учила этот язык чего так ну ладно за школу это другие воспоминания у нас будут интересно в школе у нас было вообще я такая активная было но вы понимаете на что там говорить все сейчас идем на кухню быстренько что перекусим и что-то будем готовить но сегодня хочу это приготовить кондитерку потому что мы не ходят я к больнике раз тушила мясо вчера стушила гречку каша у меня была еще после эфира борьбе сайка 100 каши после эфира хорошо что в мультиварке там бы пожар был два часа мы с вами лялякали моя каша там томилась но на на ожидании слава богу там сгорела и сюда знаете давно не было пшеничной каши с удовольствием поели так что кушать ешь то а вот именно десерт вчера арбуз купила саша ритма машу нибудь не манечу сегодня ничего готовить не буду потому что у меня работы вчера было вот так что этот телефон дебильный опять поломался вчера получается только забрали и опять повезла на ремонт такой же муж проверял язык извините меня он проверял я включила вроде тоже работает пять минут телефон не работает что же это за ремонт такой а вот вы скажете что-то за ремонт короче от перла обещали сегодня сделать но не знаю ну тут телефон который я там вот и фейсбуке и звонят мне я карточку сюда не вставляла этого телефона потому что это невозможно но пи 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 она мешает делать съемку поэтому дорогие мои идемте на кухню а там уже решим что нам делать правильно я тоже так думаю там время покажет родные взяла я свою тетрадку давнишнюю-давнишнюю и сразу мне выпали вот эти листочки с тетрадки и знаете что это это посмотреть с этой стороны с этой и с этой и вот 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 сейчас покажу и вот смотрите это все рецепты наполеона и я как вспомню как мой саша страдал за этих двух кусочков я решила все таки сделать сегодня наполеон один из своих наполеонов наполеон на уксусе и на ледяной воде на 250 граммов маргарина у меня есть пакет молока поэтому ребята мои мы сегодня готовим наполеон назовем его наполеон номер один согласны хорошо здесь я вам покажу как и тесто замешивается как все это выпекается даже если у меня не будет времени сейчас выпеку коржи коржи можно хранить в сухом месте и неделю накрыв вафельным полотенцем это не страшно заготовочки можно таки приготовить когда у вас есть время так что готовим наполеон приступим для приготовления моего наполеона под номером один потому что там 3 или 4 нам необходимо мука я его просеяла вот 600 граммов ой господи извините пожалуйста 300 350 граммов смотрите по смотри какая мука ну короче 300 400 граммов муки необходимо дальше одно яйцо уксус 1 столовая ложка дальше маргарин 250 у меня вот здесь 200 тут кусочки всякие пособирайте в холодильнике какие есть но тут еще пачка у меня есть и самое главное нужно 200 миллилитров воды очень очень холодной поэтому приготовьте это все сейчас я масло 200 граммов отправляю сюда вот в муку 200 и тут кусочек вот такой граммов 30 короче этим наверное и обойдемся так и сейчас я вот так вот перемну как на песочку можете если вас масло мерзло и можете поставить в муку терку и просто перетереть мы делаем вот такую вот крошечку вам придется это все смотреть потому что у меня руки грязные я не могу отключить вас от себя так вот то есть масло какие у вас там вот есть холодильнике ведь у меня кусочек завалялся в холодильнике вот я его сейчас и выработаю как говорится соды мы не добавляем сюда мне понравилось это начали писать ну что вы ларисы наполеон разве девчата разве это наполеон вот у тетушки м или как там женщина такая в берете со своим сыном готовит ну так слушай она готовит я же говорю вот смотрите сколько рецептов наполеона но зачем вот это вот так писать такой подковыркой боже мой вам нравится тетя эмма или бабушка эмма как там она смотрите и и даже если вы посмотрели видео ларисы нова наполеона зачем только я до изливать боже мой рецептов одинаковых не бывает и по моему об этом говорила и я и лариса вот точно вот сейчас смотрите я делаю наполеон с уксусом и с холодной водой следующий наполеон будет не будем это сметану может добавлять это такое дело так смотрите вот такая крошка и сразу старайтесь с рук это все снять меня здесь 300 граммов муки я вам опять скажу если не хватит вы потом досыпем 100 граммов надо держать на всякий случай как говорится ответит уже с тестом работы коврики еще не застелила ничего не сделала так теперь делаем такое как ложбиночку дырочку чуть палец слава богу вчера ему операцию сделала прошел так что теперь я могу немножко уже тут как говорится бовтать так выбиваю в эту ложбинку сейчас я яйцо эти у меня яйцо оказалось очень большое это поэтому может муки надо будет досыпать так и столовую ложку уксуса вот так раз на яйцо и здесь можно так ложечкой немножко соединить яйцо так и достаю с морозилки холодную ледяную воду вернее с морозилкой у меня скважина я только накачала она ледяная посмотрите ледяная вода и выливаю сюда 200 миллилитров перемешиваю муки надо будет добавлять смотрю что у меня крошка получилась видите какая я все правильно делаю просто я же говорю что мука разная влажность разная клейка вина поэтому иногда делаешь на 300 граммов нормально иногда на 400 муки мы добавим я вам покажу какое должно быть тесто так не соли но у нас у масло сливочное то есть это такое оно пишет масло сливочное но оно сливочное как я балерина поэтому чуть-чуть сольки добавлю если вы используете маргарин пожалуйста не солить не надо так вы видите что у меня но получается вот выйти на она у меня немножко жидковато поэтому я иду за мукой сейчас наберу муки буду подсыпать 200 граммов муки я насыпала сейчас я ее сюда подсыплю и вымешиваю тесто быстренько видите какая масса вырастала вот то есть можно даже смело поменять уже пропорцию на 400 500 муки ладно не буду чтобы не отвлекать внимание буду вымешивать здесь на этом столе поэтому каждому нужно будет еще и коржи раскатывать вы помните так сейчас мы это все убираем сюда мисочку сейчас очищу потому что здесь будет краешек коржика получится все равно как ни крути тут есть тесто нам миска не нужна будет потому что мы будем пленочку это все выкладывать и мы как-то даже не замешиваем тесто вот как я вам говорила знаете как растягиваем а потом конвертиком так складываем вот так нам не надо чтобы оно было сильно такое знаете что его можно прямо вымешивать нам нужно сейчас его собрать и положить в пласт то есть такой однородности у нас не будет она положит полежит у нас холоде потом мы его ответим вот так его раз люди пристает мукой естественно чем тоньше пласт например вы в холодильник отправлять иначе тогда делайте пласт тоньше если в морозилку туда можно кирпичиком сделать видите какой рулончик у нас может покатать его забивать нельзя потому что если вы забьете его то почему я говорю замоку то у вас будет коржи не будут такие воздушные поэтому чуть-чуть начала соединяться достаточно этого это такое тесто получается у нас она как бы если брать тесто для вареников для пирогов то она еще очень слабое но у нас это устраивает нам не надо чтобы тесто было такое что бери раскатывай прямо сейчас и она нет в холодильник мы его отправим вот такой вот теперь мы немножко раскатаем как бы чтобы быстрее она замораживалась у нас так и теперь беру пленку можете пленку можете полиэтиленовый пакет это что у вас есть надо было так но я просто уже в целях экономии пленки наверно или даже не знаю в целях чего я так сделал такую конфету так подсюкайте тяните тут нормально тут все получится просто не хотелось отматывать вы конечно по длине бумаги делайте так здесь можете так завязать чтобы она у вас не разходилась и все и вот этот вот такую колбаску отправляем в холодильник если в холодильник то на конечно минут 30-40 если в морозилка морозилка дай боже то минут 10-15 смотрите просто чтобы ваше тесто не замерзло я отправлю сюда в холодильник в морозилку это минут 20 будет средне так что все тесто в холодильник пока мы все у нас тесто охлаждается мы сейчас сварим заварной крем приготовим потому что крем должен быть остыть потому что мы потом будем соединять с маслом сливочным вытащите пачку сливочного масла вообще-то нужно для крема 300 граммов но если вы возьмете 200 то я думаю крем не обидится пачку масла пусть комнатной температуры масло становится дальше пакет молока литр вообще нужно ну я уже рассказывала что у нас 900 миллилитров пакетики ничего страшного я выливаю конечно хорошо это делать в корце или в миске кастрюльки с нержавейки ну я сделаю в этой а если вы не опытная хозяечка лучше все это делать на паровой бане то есть заваривать крем на воде не на воде а на паровой бане емкость и с кремом ставите емкость в которой кипит вода тогда у вас никогда не подгорит потому что вы понимаете что это нужно стоять возле крема все время перемешать так я отправляю кастрюльку на плиту пусть начинает прогреваться потому что может быть такой как а вот смотрите ала варила гречку видите видите он смотрите я не стесняюсь потому что занялась другим делом и все и гречка подхватилась и вот сейчас я его замочила и она отмокает но это не буду выбрасывать это гречка пойдет на корм на подкормку рыбы вот такое может быть ну что вы подумаете так у вас же есть корец почему вы не взяли ну в смысле сотейник а то корец это по-нашему вот потому и не взяла так теперь нам понадобится четыре яйца сейчас я возьму потому что я не подготовила четыре яйца сейчас яйца конечно все в холодильнике понимаете потому что такая извините жара что мама не горюй четыре яйца сейчас я возьму свою форму потому что то извините немножко время затягиваем так сахар сюда пока яйца выбиваю выпиваю вы знаете стороне потому что сейчас лето не дай бог чтобы не попало не свежие яйца так выбили теперь беру 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 обычный венчик в моем рецепте вообще идет один стакан сахара но для меня это не сладко поэтому я один стакан сахара добавлю сюда в яйца а где-то пол стакана ли стакан потом взобьем и с маслом сливочным договорились все начи я высыпаю сюда стакан сахара просто сейчас соединяем за молоком тоже одним глазиком присматриваем я не на очень большой огонь поставила если у вас есть такой рассекатель а вот как у лариса пожалуйста ставьте так и теперь я добавлю сюда четыре столовые ложки муки у меня крем на муке но это один из кремов так горки не надо большие два три четыре молодцы так и перемешиваем сейчас мы должны избавиться от комочков но если у вас будут комки не не переймайтесь а не забивай о какие-то гости приют маленький паучок иди ползи не переймайтесь а через сет готовый крем если у вас даже не получится космос и комочками вы можете перетереть через сито пропустить через сито и все будет шикарно вот смотрите какая масса никаких комков нету смотрите какая живая масса получилась за 2 секунды ведь надо сейчас тут колотить стоять чтобы все прямо у нас тут растаяло господи вас умоляю все будет нормально ванильный сахар добавим давайте сейчас прямо добавим ванильный сахарок спасибо девочки вам за сахар так перемешиваем и все масса готова пусть она себе здесь стоит а я иду к плите следить за молоком я вам все покажу как я буду заваривать молоко вот этой вот массой а молоко у нас не закипела ну где-то градуса уже наверно 70 я беру смотрите и половником наливаю и размешиваю можете это делать силиконовой кисточкой это просто так найти взяла половники налила сюда так еще налейте молочка тоже где-то половничек возвращаем молоко здесь перемешиваем это для того чтобы не свернулся белочек наш креме смотрите какая масса шикарно даже сахар уже растворяется и сахар больше раствориться так что у нас здесь с молочком сейчас мы с вами переедем к плите вот эту дебеллу такую лопаточку чтобы перемешивать потому что если я буду сейчас венчиком драпать по своей эмалированной кастрюльке то с нее получится г поэтому а то г на п поэтому вот так вот я перемешиваю и сейчас я буду вводить массу нашу еще молоко не кипит но это не страшно так ввожу и перемешиваю я половник не мыла потому что мы должны вот это сейчас вы смотрите взять половничком этой массы нашей налить сюда и как говорят нас народе сполоснуть но я думаю что это выражение она везде одинаковая правда сполоснули сполоснули и сюда вылили мы же с вами экономные хозяйки гарни хозяйки да еще экономные армия это хорошее все эти пусто так и теперь називай хомку на то ярмарок стоите и помешиваете помешиваете никуда не отходите потому что мы прямо на огне готовим крем если вы будете готовить на водяной бане вот там можно даже кто курит сходить покурить уже там ничего не случится а здесь может прихватиться поэтому помешиваем помешиваем вы поняли да саму технологию ну крема вот эти заварные они ничем не отличаются ну там уже чуть-чуть какие-то там нюансики а так все 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 одинаково поэтому дорогие мои не буду вас утомлять потому что вас от этого круговорота голова закружиться как только начнет загустевать я вам естественно все это покажу и будем смотреть свежее молоко у нас или нет чтобы не получилось как у ларисы что раз и свернется но я думаю что нет 70 градусов не начал не начали хлопья появляться значит все будет нормально все я завариваю ставила на более маленький огонь чтобы у меня не дай бог не подгорела и смотрите еще масса не кипит но она уже загустевает и вас посмотрите смотрите как загустевает если маленькие какие-то комочки есть пожалуйста мы процедим то через сито но я думаю здесь все нормально 4 столовые ложки муки я вам сейчас объясню вы можете добавлять 2 будет достаточно просто у меня масло не хватает если нужно 300 граммов 400 даже то у меня всего 200 поэтому я муки добавила больше вы можете добавлять муки 2 столовые ложки на это количество с головой даже одна ложка если вас 400 граммов сливочного масла вы поняли да так что мукой не надо сильно увлекаться я просто в целях экономии что у меня нету масла поэтому 4 столовые ложки муки а вы если вы берете много масла на 400 граммов запомните достаточно одной столовой ложки муки на 400 граммов сливочного масла смотрите какая шелковистая масса получается смотрите какая красота видите здесь самое главное чтобы не подгорела поэтому силиконовая лопатка она хорошо прочищает по ну по дну кастрюльки и супер крем просто просто как красавица молоко не свернулась смотрите какой крем шикарный сейчас начнет пухкать ну кто его будет перецеживать да никто потому что крем шикарный не забывайте субе голову если там где-то маленький вы видите манюсенькие такие он такие маленькие ради бога я вас умоляю никто этого не заметит никто этого не почувствует даже вот хочется вроде бы остановиться чтобы она начала булькать не останавливайте чтобы не подхватила потому что консистенция крема густая смотрите чтобы вы не испортили потому что если чуть-чуть прихватит уже будет запах горелого все придется вам тогда чтобы обмануть всех добавлять вместо орехов как лариса добавляла чернослив нарезанный говорить ой 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 не 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 это запах чернослива копченого это крем не подгоревший нет нет в каждой шутке есть доля правды как говорится какой крем хороший смотрите видите как он уже слазит с лопатки вообще крем заваривают есть что просто-напросто не набивают крем а в крем добавляют сюда вот на это количество где-то граммов 100 масла прямо в горячий перемешивают и все и вот такой получится вас крем но я хочу все таки масло отдельно взбить с сахаром потому что здесь сахарка не так много и потом соединим два вида если вы не хотите возиться начинать по сахару сразу сразу все делаете и прямо сюда в горячий уже когда будет готовы у вас ну уже полностью заварится крем добавьте сливочного масла и все и пусть крем остывает начинает пукать видите вот вот нам сильно его уваривать не надо потому что у нас есть здесь мука она у нас схватится уже вернее схватилась нам самое главное термическая обработка яиц вот это самое главное видите пукает пукает значит кипит у меня получается рассекателя нету и огонь вот именно на центр стоит на центр на конфорке и огонь попадает в центр поэтому мне надо особенно следить чтобы центр не подгорел это тоже очень важно если у вас большая конфорка рассекатель конфорки делает огонь вот так вот больше по кругу здесь может подгореть а у меня прямо в центр поэтому я центр и перемешиваю ну что пока мы сдали я даже не успела с вами еще поговорить и рассказать все там тонкости крем смотрите какой крем у нас готов никакая мука не чувствуется я уже попробовала видите там маленькие такие точечки это не страшно мои дорогие я могла вам даже не показывать сказать ой боже я молодой так я крем заварила не надо я вам показываю так как у вас получится и все нормально видите на поверхности нету ни одного темненького пятнышка это свидетельствует о том что у меня нигде не прихватило нигде так ну что мои дорогие все популькало побулькало хватит его варить выключаем этот крем видите булькает все оно уже кипело не пару минуточек просто так выключаем смотрите я не могу даже лопатку очистить все течет и течет и течет крем извините никакой муки не слышно и улыбка и улыбка без сомнения вдруг коснется вашей глаз и хорошее настроение не покинет больше вас я уверена в этом все мои дорогие переезжаем смотрите видите смотрите опустила не сразу бороздочка потихонечку давайте я вам еще раз покажу вот смотрите крем крем и вот так пальчиком проводите и опускаете даже на бок видите не сразу бороздочка заполняется значит крем у вас отличной консистенции ну а этот не эксперимент а этот факт помогали еще лишний раз облизать более полную ложку все мои дорогие переходим к столу ставим кастрюльку по идее нужно накрыть в контакт пленочкой чтобы не было конденсата можно накрыть вот смотрите мне Людася присылала вот эти маленькие шапочки для кастрюль специальные но я все таки накрою пленкой пищевой контакт это для того чтобы не было лишнего конденсата у нас молоко не домашнее магазинное чего мы должны этим конденсатом раз так а что у меня пленка уже закончилась я не пойму что-то у меня тут случилось да наверно пленка закончилась это же не может быть так ладно сейчас у меня где-то есть пленочка хотя вроде там еще на этом есть пленка так сейчас одну секундочку не выключаю у вас а я думаю что я вчера в магазине хотела купить я хотела купить пленку вот видите вот как неудобно вот с этого рулона вырывать тут оно где-то пошло на бочок тут где-то оно не так как надо поэтому лилечка спасибо тебе и людочка тоже мне красненькую прислали просто не успеваю и все так и вот так вот прямо пленочку положили на крем вот смотрите видите так вот так пленочка на креме видите тут где-то залезло тут где-то оторвалося ну неудобно поэтому надо купить пленку и вставить туда ой господи скидка макет всего все пусть крем себе остывает он нам пока не нужен так а мы с вами сейчас потихоньку будем заниматься коржами что продолжаем я уже пока то да и все думаю пусть тесто полежит уже поутюжила так что этот пирог очень удобный вы можете дома все дела справиться вот же что-то она как-то от меня с этой закрывается уже морозилка это будет обедно дедушка скоро 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 уже наладан дышит так вот наше тесто видите оно подмерзло сейчас мы немножко так муки сейчас я его разорву и разделим на у нас должно получиться 12-11 штук ну давайте на 12 потому что нам надо будет просыпать сверху так сейчас мы его вот так вот раскатаем чуть-чуть так и сейчас мы его поделим пополам и так раз два три четыре это будет восемь всего аллочка давай еще подкатаем чуть потоньше сделаем но это для круглого давайте наверное так сейчас секундочку восемь вот восемь восемь даже можно четыре на большой противень пополам четыре пополам вот смотрите раз два три давайте на четыре поделим на большой противень а вообще если делать круглый наполеон то нужно нужно нам получается двенадцать вот таких коржей ну мы раскатаем сейчас такую лепешку ну это даже я скажу что на мой противень вот мой противень вот мой противень большой он видите какой вот на этот противень потом мы его разрежем пополам этот корж вернее перемажем потом переложим наверх ну вы поняли да то есть я смотрю так все четыре такие вот шарика эти шарики мы сейчас отправим в холодильник а с одним мы сейчас будем работать так давайте в миску это идите в холодильник шарики вот так стойте здесь остывайте чем хорош этот холодильник что под низом прямо у нас там морозилка так ну и теперь подпыляем стол мукой сюда немножко переносим чтобы было посвободнее нам и будем раскатывать тесто наше скалочку тоже тесто очень податливое не бойтесь что оно у нас такое как жидковатенькое было еще раз повторю не надо забивать сильно мукой и раскатываем тонко но я что то сомневаюсь что я смогу наполнить вот тот бешеный мой хотя давайте говорится как говорится не казать гоп пока не перескочь так сейчас немножко еще мучить не сильно потому что тесто жирненькое и оно нормально так и раскатываем краешки особенно тоненько раскатываем тоненько-тоненько конечно нужно было сейчас положить силикончик так это Алла уже так сама здесь можно взять вот такую маленькую скалочку вам будет поудобней просто вот жимом руки видите зачем нам катать то все все нормально раскатывается нормально тонюсенько раскатаем мы его по нашему противню немножко так вот смотрите чтобы как раз тесто тянется хорошо чтобы не пристало то есть можете чуть-чуть мучить это чтобы отделять хорошо смотрите тесто очень эластичное сейчас мы его докатаем чуть-чуть как обычно я делаю круглый наполеон у меня Лариса как-то вдохновила на квадрат вот тоненько раскатываем вы видите что у нас видно рисунок видно рисунок клеенки а это свидетельство чего что корж раскатан очень-очень тонко так и теперь у меня два противня сейчас я буду переносить его сюда вот беру противень так вот сейчас можно на скалочку мотануть 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 и переносим опа а тут подровняем сейчас у нас еще холодное так что мы сейчас сориентируемся что нам делать смотрите так честно говоря вот на этом противне я первый раз сейчас выпекаю потому что это ж новая духовка эти даже мы с вами лишнее раскатали чуть-чуть ведь ничего сейчас я аккуратненько обрежу это так ага вот это обрезан это пойдет дальше вот так вот видите без проблем мы заполнили нашу наш прутинь и теперь такие надрезы вы можете ножом особенно края они такие более толстые вот такие надсечки все духовка разогрета можем отправлять духовка у меня 200 градусов я включила с обдувом эти коржи очень быстро зарумянивается а мы с вами берем следующий кусочек в холодильнике сейчас секундочку не протився так вмешаем сюда это тесто чуть-чуть рассыпем мукой и раскатываем то есть раскатываем противень держите так знаете как глазомером рядом чтобы не было как я видите раскатала лишнее ну зачем я чуть-чуть подпыляю так потому что все-таки клеенка это не поверхность вот эти вот поверхности они как-то на них ну силикон можно было послать просто знаете как говорится забыла так а на чем же мы будем его делать где же мой такой большой а вот мы это блестящим сделаем сразу надо подумать на что его выкладывать видите легко отделяется без всяких проблем вот так точно и лариса естественно работала вы видели это мукой ее можно будет потом это так чтобы легче было потом переносить вот эти краешки какие-то толстенькие вот мы их и должны согнать у меня стола не хватает тесто очень податливое ничего не рвется тут такой осторожности сильно большой не нужно поверьте у нас меньше его получается потому что у нас вода сметаны у нас нету поэтому тесто у нас естественно будет меньше хотя мы должны были делить на 11 часей но 11 часей это если готовить скажите мне круглый такой круглый где-то 22-24 так еще у меня один противень такой глубоченький есть сейчас я его сюда как конечно мы туда вытащим его я попытаюсь перенести прямо так без скалки сейчас вам покажу пальцы немножечко тут прорвало потому что потянуло сильно тут он смотрите завернулась а там тянуло как сумасшедшие так ну нам же дырки нужны правильно будем считать что это мы прорезали ножом такую дуяку так вот и все края подтянем чтобы он такой прямоугольненький был я думаю что одинаковые же все таки у нас листы противень не вернее ничего сложного нет дырочка здесь вот видите ну и бог с ней с той дырочкой нету дырочки видите перевернули так и надрезы особенно по краям потому что как не крути а край все равно толще так ждем пусть что там у нас что не сгорело хоть я не буду два пусть это погуляет чуть-чуть сейчас тут будем вытаскивать а этот ставить самое главное подготовить что я сейчас и сделаю куда мы будем выкладывать уже готовые коржи готовые коржи куда вы будете выкладывать а у меня будешь красивый такой супе но это уже для подачи вот такой вот у меня разносик есть квадратненький сюда мы будем выкладывать коржи все ждем кто ждет а кто катает следующий конечно чтобы высокий такой наполеон получался нужно двойная двойная мерка что у нас там буду посмотреть чтобы не сгорело не сложно ничего просто вот некоторые конечно правы вот наполеон который вот лорисен он такой там крем жирный там все это 400 граммов масла представьте себе но мы с вами сегодня масло заменим заменим мукой я имею ввиду крем немножко заварной мы сделали погуще и 200 граммов достаточно у нас будет вообще так что чуть-чуть схитрим не такой приторный он будет но ему человеку нравится конечно приторный солодкой солодки в честь это чего ему такой решила праздник повезло что у нас получается видео все одной тематике ну вот например наполеон хорошо лариса и аллах еще чей то будет еще а для него это господи это же ему яку то знаете знаю мэтт на душу вот так уже листик начало так и раскатываем сюда высоту высоту так что там посмотрим 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 так 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 посматриваем посматриваем а уже нужно сейчас это немножко сдвину видите у меня еще чуть-чуть не раскатан до конца а уже корж надо вынимать но лучше вынять корж поставить противень пусть постоит чем он у нас горит смотрите какой ведь отлично он снимается сейчас мы не так вот сык сюда и пусть он себе тут остывает у нас эти какой красивый коржик а сам и его отправляем следующий в духовку вот этот противень стоит а мы раскатываем продолжаем раскатывать потому что еще недостаточно его раскатала эти как быстро все происходит вот здесь у меня толстовато поэтому я сейчас этот край немножко утончу именно вверх уже раскатывайте и так приблизительно знаете старайтесь чтобы у вас ваш класс был похожий на круг а на прямоугольник я думаю вы тоже понимаете правда сейчас я поставлю подкладку эту извините если вам не видно будет потому что мне сейчас нужно на горячий противень вот он горячий выложить это тесто поэтому я вам сейчас показывать сильно не буду потому что горячий моментально начнет хватать вы знаете я вам просто покажу как я его уже выложу если будет так тяжело то немножко подождите пусть он у вас против подостынет видите не совсем часа не совсем так прямо красиво получилось по краям вот здесь но ничего страшного смотрите мы все равно вот сейчас сделала глупость мы все равно будем ждать пока у нас подготовиться тут корж зачем я на горячий положила непонятно потому что вось вось так что не делайте ошибки я сейчас все равно смотри на горячий положилась я спешила как дура а у меня духовка занята не надо так делать так же просто знаете как говорится голова не в то направление работает так ну и что вот поговорили поговорили у нас остался один кусочек один кусочек один совсем один так раскатаю не спеша сейчас так что у нас там посмотрим потому что духовка разогрета хорошо моментально подрумянивает изделия сейчас такой побольше скалочкой раскатываем муки вот буквально ну чуть-чуть вы даже ее не видите я сама не вижу и теперь вверх подталкиваем делая прямоугольник вот такой вот так на противень будет ложится так что счастья вы ему и пусть она себе остывает противень потом его перенесем и мы когда противень не горячий вы можете растягивать это тесто как хотите потому что ну смотрите какое эластичное а когда вы на горячий отправлено моментально хватает запекается и все и вы ничего не можете сделать поэтому пусть остывает не спешите у нас не 100 коржей мы сегодня с вами по-хитрому мы разрежем пополам он как у а есть а нет так все ждем пока что у нас тут нет еще очень беленький подождем даем мои дорогие а это смотрите его растянула ничего страшного он стал нормальный видите смотрите так что не переживайте зато противень уже холодный так что не спешите ничего все опознается как говорится смотрите красавец видите красавчик так сейчас мы здесь поставим а это отправляем в духовку у нас мини конвейер получается снимаем сейчас я вам не показываю извините потому что нету места не хватает у меня места здесь просто я вам сейчас подниму вас посмотрю вы посмотрите вот смотрите тот корж мне нужно сейчас его снять а он же зараза горячий я его взяла вот так вот видите и сейчас сюда вот вот пусть лежит а это пусть остывает сейчас немножко остынет куда нам спешить никуда и мы отправим этот куржик сюда на противень вы поняли да мы этот наш заготовочки вот эти прямоугольные потом пополам разрежем и у нас получится такой прямоугольный наполеончик я думаю что вы поняли что я вам рассказываю все мои дорогие я ожидаю что немножечко остыл и потом вот этот вот раскатанный пласт отправлю туда на противень что смотрите противень я держу легко в руках он не горячий буквально ну три минуты и он остыл так что не надо спешить давайте на скалку это на коротенькую накрутим хотя зачем нам это скалка может я его руками перенесу потом на на противень на противень все это выложим у какой большой раскатала смотрите ведь лишь лишь куда ловим сейчас это все так выложу как мне нужно а эту лишку всю мы потом выжарим это будет у нас присыпка наверх так что не переживайте все что не делать а как я говорю это все к лучшему так где наши штучек вот так где-то приблизительно берете и отрезаете так не крутись вот так раз и здесь точно так же а это у нас будет такой коржик мини коржик на хотя он может и не мини получится можно раскатать его извините тоненько знаете еще один такой получится здесь у нас тоже чтобы не было утолщение тут прямо видно что лишнее мы немножечко так подтянем это все срежем нам не надо лишние толстые вот такой вот у нас получился корж тут дырочка то ничего страшного не будем разрезать тут дырочка то же самое так и пошли резать даже не режу а просто стучу все смотреть так готово так что у нас тут уже ой папа хай Попыхает уже, готово, готово. Алла, что же ты, 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 что. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Смотрите, я перевернула, разнос так лучше, но не проваливается. Где мои прихватки? Господи, Боже мой. Чтобы сгорело, да? Видите, этот немножечко такой, пролернулся чуть-чуть, ну. Ой, куда же ты полез? Куда, 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 куда. Куда, 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 все. И отправляем наш этот корж в духовку. А у нас появилась работа. Мы должны раскатать оставшееся тесто и сформировать, не знаю, круг, не круг, что получится. Это будет у нас слой для посыпки. Это гургур. Это я поставила остывать противень. Шарики маленькие вот так катают. Видели, как ларится, вот так катают. Вот, вот, вот он, мы пальцы сделали таким, лярушкой такой. И там вот он прыгает этот шарик. Так, я думаю, он небольшой будет. Ну, сейчас мы всю муку соберем. Главное, чтобы он был тоненький, 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 потому что это у нас, мы-то будем обрезать, но присыпочка сверху должна быть. Сейчас, сейчас, сейчас. Не жалейте тут муки, потому что надо тонко. Фух, жарко, конечно. Вы представляете, если у меня сейчас на улице 30 градусов, я рано встала. Вот сейчас с полдесятого у нас уже, но все равно жарко, ничего. Для любимого мужа надо сделать вкуснятину. Вот видите, какой маленький кусочек был. Манюсенький совсем. Для круглого Наполеона вот такой кусок чуть-чуть побольше и будет достаточно. Поэтому не бойтесь, 12-11 кусков делите и у вас все получится. Сейчас его раскатаем. Я здесь не соблюдаю, чтобы он был круглый, но что я просто-напросто раскатываю. Тоненько я его сейчас на противень и мы его будем запекать. Смотрите, эти цветочки видны. Вот такая раскатка должна быть у вас. А, извините, вы же сильно у меня высоко подняты. Господи, вот так. Вы у меня гордость с гордо поднятой головой вверх смотрите. Молодцы, так и нужно. Нечего искать копейки там на полу. Как вы думаете, мы отдерем это от стола? Я увлеклась. Да, отдерем. Да и вон один из подводной мутки или с моей кухни. Вот смотрите, видите, такой маленький шарик, а получился вот такой куш. А если вы на Наполеон сделаете такие тоненькие коржики, так это же будет просто сказка. Вот сейчас вы видите то, о чем я вам говорю, что тесто раскатывается так тонко, чтобы видно было узор поверхности, клеенки. Вот, пожалуйста, это так все происходит. Так, что у нас тут, дорогуша, нет, еще нет. Отдохните, а я водички попью, ждем. Мои дорогие, готово. Очень быстро я сделала 220 градусов. Оно прямо моментально все это выпекает. Ну, давай, давай. А, опять полезла, бог знает куда. Так, это нам уже не надо, это мыть. И смотрите, какой тут круг я растянула насколько. Видите, почти на противень. Так что 11 штук даже можно было сделать и раскатать на большой противень. Все, выпекается последний наш корж для отделки. А эти коржи пока должны у нас остыть. Они пусть себе остывают. Какой красивый, да? С подрумяниной вообще просто прелесть. Видите, я перевернула, чтобы не было вот этого углубления, потому что коржи немножко больше, они начинают ломаться. Все, пусть коржи остывают. Я сейчас быстренько помою посудку, сниму последний корж. И мы начнем, вернее продолжим готовить с вами крем. Хорошо? Хорошо. Готовый этот уже наш отделочный, вернее, присыпочный корж. Смотрите, какой он большой получился. Так, давай, вылази. Вот так. Все, коржи остывают. Дорогие, продолжаем. Я все-таки хочу вам сказать, что Наполеон получится вкусным. Я думаю, килограмм-полтора точно будет. Но я почитаю себе стоимость. Почему я вам дала этот рецепт? Потому что этот Наполеон можно приготовить где-то влезть в 30 гривен. То есть меньше, чем полтора доллара. Вот смотрите, я не буду вам рекламировать, но я вот беру такую вот пасту Раслына-Выршкова. 72,5%. Она и на тесто идет, и на крем хорошо. Такая пачка стоит 10,50. Если вы возьмете, например, есть сливочное масло по 15 гривен, ну такое качество, знаете, тоже будет очень хорошо. Чуть-чуть вы увеличите себестоимость Наполеона, но это все равно будет не 100 рублей за килограмм. Так, сейчас я отправляю эту так называемое масло сюда. Оно на вкус неплохое. И я соединю его чуть-чуть пудры, где-то полстаканчика. Не хочу сильно сладкое. Где-то полстакана пудры добавлю. Ну, я буду ложками. Вот у меня пудра здесь. Две. Это вы пробуйте сами. Как вам нравится, какая сладость, такую и делайте. Сейчас я... Ох ты! Пудру надо было потом добавить. А мне же лень пойти за накрывачкой, какую мне Люда прислала. Конечно, лень. Масло у нас. Масло. Масло, паста, спред комнатной температуры. Взбиваем. Такая консистенция, видите, какая получается. Добавляем еще пудру. Четыре ложки, я думаю, хватит. Масло. Добавляем скорость. Так и еще. Я вам скажу одно. Если вы хотите вообще удешевить этот Наполеон, не надо добавлять в крем сливочное масло. 50 граммов бросите там, когда будете заваривать, когда будет готовый крем горячий. Все, этого достаточно. Это я тут уже изощряюсь, а знаете как. Поэтому я же говорю, что это можно приготовить очень дешево. Так, достаточно его колампуцать. Колампуцать его не надо долго. Все, пудра нам не нужна. Сейчас я вам принесу, чтобы вы тут у меня не перемежали. Я вам покажу, как я охлаждала крем. Вот смотрите, взяла кастрюльку, поставила в миску, налила ледяной воды. И вот кастрюля у меня здесь плавает, видите. Все, и она полностью остыла, без проблем. Так, а что у нас тут? Мигает, мигает, непонятно, что-то мыгает. И, пожалуйста, частями добавляю крем. Думаю, что снимает, а я отключилась и нет. И ничего не снимает. Чего частями? Чтобы быстрее и лучше соединилось масло с кремом. Вот смотрите, у меня уже ничего нет. Я хочу показать, что, смотри, нигде, нигде кастрюле не пристало. Потому что вы можете сказать, да, она же не показала кастрюлю. Там на дне все черное, все пристало. Ну, что в эмалированной кастрюльке я делала. Так что вот вам, пожалуйста, смотрите. Нигде ни одной капочки нет. Все. Так, перемешиваем. Так, все. Смотрите, какая структура крема. Просто обалденная. Просто сейчас. Смотрите. Вы видите? И очень вкусно. Ничего, что здесь паста. Крем очень-очень вкусный. Так. Вот с кремом закончили. Крем у нас холодный. То, что он там тепленький, нет, он у нас холодный. Забыла это сказать. Все. Сейчас смотрим, как наши коржи. Наши коржи тоже остыли. Так что мы сейчас будем начинать формировать наполеон. И у меня такого большого разноса нет. Я перевернула вот этот разнос. И на нем буду формировать. Потом, когда мы разрежем уже, тогда будем делать так. Так, сейчас я на дно, вот так буквально, змеечкой нарисую. Это чтобы не ездили коржи наши. Выкладываю корж. И наношу крем. Так, сейчас я возьму ножичек. Лариса показывала рукой. Мы будем делать широким шпателем или ножом. Это все можно делать. Кому-то нравится рукой, кому-то не нравится. Я не хочу просто... Так, дорогие мои, простите. Видите, посмотрела телефон. То есть не снимает камера. Выключилась. Думаю, что такое? Я рассказывала здесь, знаете о чем? Что я последний корж, когда накладывала, то я уже крема вообще не оставила. Мы шикарно рассчитали с кремом. Почему? Потому что нам крем уже не нужен. Нас целый пласт. Мы полностью все смазали. И теперь я разрезала пополам. Очень легко разрезалась, без проблем. И теперь эту часть мы поставим наверх. Здесь у нас смазано. И вверх уже смазаны. Поэтому последний корж, если вы разрезаете полностью, крем не экономьте. Разрезала. И опять меня прямо аж телепает. В магазине покупала телефон. Такая цена. Говорю, пожалуйста, дайте мне отдельно карту памяти, чтобы были видео, сохранялись. Вы думаете, что? Я думаю, почему выключается камера? Оно мне пишет. Нету памяти. Полностью занята память. Какая память? Вчерашнее видео Ларисыне не удалила я. И сегодняшнее. И уже занято. Саша мне объясняет, что очень хорошее качество, поэтому так быстро заполняется память. Но, говорит, насколько ты мегабайт покупала карточку? Откуда я знаю? Но вы же мне сказали, что, ой, вам хватит теперь кучу. Вот вам и хватает. То есть, везде хотят тебя нажарить. Блин, аж просто опять растелепало. Так, ну ладно, бог с ним. Теперь мы разрезали пополам. Берем лопатку. Лопатуху, иди сюда. Горечь обиды скрасит вкус Наполеона нашего. Да ну давай, господи, снимайся. И как это может быть, что у меня такая карта памяти, что, а если я в командировке пишу 5-6 видео, и у меня нет возможности скачать? Ну просто ужас. Так, теперь мы берем эту половину аккуратненько, потому что очень хрупенькая. И наверх. Хоп. И наверх вот так. Так. Так, теперь мы его вот так вот развернем. Да теперь можно его уже и на блюдо поставить. Развернули. Чуть-чуть прижали лопаточкой. Кремчик. Можно обрезать, можно не обрезать. У меня вроде бы так ничего получился. Наполеончик по краям. Ровненький. Так что мы можем и не обрезать, мои дорогие. Так. Какие вы молодцы. Наполеон не будет такой приторный и жирный. Так, что это у нас? Сколько здесь крема? Давай сюда. Я не застивала никакой перамет, потому что мы будем все это переносить на красивое блюдо. Так. Теперь это в сторону чуть-чуть. Я беру корж, который у нас остался. Вот он. Мы готовили его для чего? Правильно, для того, чтобы сделать, обсыпать наш наполеон. Поэтому мы его ломаем. Можете скалкой, но оно ломается очень хорошо руками, потому что коржи тоненькие и очень хрустящие. Видите, где менее зажарено, чуть-чуть меньше. То есть чуть-чуть хуже ломается. Но не страшно. Так. И теперь посыпаем сверху. Тоже так, знаете, распределяйте, чтобы у вас хватило и наверх, и на бочка, потому что немного. Присыпьте у нас немного, но ничего страшного. Ого, какой кусок. Там его поломаем. Так. Проворачиваем. Конечно, вы можете орехами, как Лариса говорила, присыпать, но у меня орехов нету, поэтому будем без орехов. Так. Поворачиваем сюда. Видите, все, хватило. Успей. Не стоит переживать. Только не надо переживать. Только не надо переживать. Помните, песня такая была? Так. И теперь остатки эти вот сюда мы хорошенечко посыпаем. Серега как-то уезжает, что ли? Как будто я Серега машину завел. Ну-ка, поехали, наверное. Наверное, если не точно не поедем. Голова болит. Так, нет, за рулем уже поехал. А, ну-ка, сейчас посмотрю. Да, Сережа поехал. Может, за червяной поехал? Так. Я уже все до последней капочки показываю, как я делаю их. Так, тут надо немножечко придавить. Так, у меня же тоже есть орехи. Я сейчас сверху немножко присыплю еще орехами. Сейчас одну секундочку руки сполосну. Орешки. Ну, просто, знаете, чтобы посыпка была чуть-чуть плотнее, потому что не очень много. У меня осталось один корж на такой... Я вам сейчас скажу, сколько можно было взвесить. Да что вы, какой там килограмм? Здесь Наполеон получился... Я вот взвешу, оттарю эту. Кило на полтора. Так, присыпем давайте тоже орешками этими нашими, дробленными. Чего бы и не, если у нас есть, да? Ну, немного, чтобы не забить вот эту вот красоту. Внешний вид Наполеона, он должен быть вот такой вот именно с такими поломанными кусочками. Ну, и по бокам можно вот так тянуть, оно где пристанет. Крутим. Знаете, что я просто решила, что... Наверное, я так и оставлю. Я немножко подотру здесь все. Пусть на этом разносе и будет. Ну, что я 155 тысяч раз... Ты себе куда-то несла? Да, так. Так, все пахнет орешками. Теперь просто чуть-чуть о культуре сделаю чистенько вот здесь. Если вы планируете, что на этом блюде будете подавать, тогда просто-напросто пергаментом. Я вчера зашла в магазин и думаю, так, мне нужно купить плохой пергамент. Ну, некачественный. Думала, думала, зачем он мне нужен? Вы думаете, она думала? Нет. А он мне нужен вот именно для того, чтобы застилать форму, чтобы не вымазывать. Ну, я имею в виду, когда мы готовим пирог. Ну, что, мои дорогие, вот и все. Немножко по диагонали у нас получился Наполеон. Теперь Наполеон должен постоять, ну, хотя бы часок. Он должен пропитаться. Так что, пока я себя резать не буду, подождем. Потерпите, мои дорогие. Осталось чуть-чуть. Так, я не знаю, как вы, мои дорогие, а я уже терпеть не могу. Поэтому я сейчас отрежу кусочек. И мы с вами посмотрим, что же у нас получилось. Ох, что-то слюна собралась. Это та, что не любит Наполеона. Так, контрольно. Так, пополам, да? Сильно маленькие кусочки резать не будем, я тоже так думаю. Скажу честно, 20 минут он у меня стоял. У меня не хватает больше терпения. Так. Ай, куда же ты так съехал резко? Сейчас мы сделаем презентационную тарелочку. Видите, немножко накрышила. Это же надо убрать. У меня есть вот такие цветочки нежные. Нежные. Я думаю, что ничего лишнего не надо здесь. Не надо. Смотрите, сколько крема. Смотрите, какое наполеонище. Какая прелесть. Давайте я вам покручу. Я даже края не обрезала. Вот необрезанный край. Видите, он немножко тут пустоты, потому что неровно. А так вот, пожалуйста, вам, Наполеон. Я думаю, что в 40 гривен мы с вами влезем. Я думаю, что да. Но вес его, сейчас я возьму весы и взвешу. Ну, я думаю, полтора килограмма точно. Сейчас, одну секунду. А я взвешу на весах. Наверное, не взвешу, потому что неровная поверхность. Ладно. Попытаемся взвесить. Давайте сначала попробуем, а потом взвесим. Правильно? Да. Куриночку. Ну, мой муж говорит, надо кушать руками. Ну, я же не буду тут такая без культуры показывать. Все я отрежу кусочек. Ой, крем, вылез. Крем, 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 крем. Крем, крем, крем. Крем. Не буду ничего говорить. Вот вообще не буду ничего говорить. Потому что все время, ой, она все время мняка-мняка, я говорю, ну, как вкусно. Вот не буду ничего говорить. Только одно. Приготовьте, попробуйте. И потом посмотрите. Будете ам-ням-ням. Или фу-у-у-у, говорит. Все, вот на этом больше ничего за вкус говорить не буду. Я вас заинтригую. Я сделаю так, чтобы приготовить этот Наполеон. Потому что не скажу, какой он на вкус. Не скажу. Так, а теперь давайте взвесим все-таки, сколько же он весит. Взвесить, вот он не встает на весы, оно не ровная поверхность. Видите, не хочется перекладывать. Но я же знаю уже вес. Вот я держу сейчас в руках. Пусть даже, ну, это тонкое блюдо. Пусть даже этот кусок, Наполеон сам по себе тяжелый. Равен этом. Здесь точно 1,3 кг. А то и 1,5 кг. Это вам гарантируют. То есть 1,5 кг Наполеона приготовить за 40 гривен, даже за 50. Это смешно. Это просто смешно. Я сейчас точно сяду, посчитаю, сколько у меня пошло продуктов. И напишу обязательно это в названии Наполеона. Просто напишу и все. Чтобы вы уже думали. Стоит готовить, не стоит. Дорого-недорого. Извините, что-то я ем плохой Наполеон, и вы это видите. Нет, нет, интриги не будет. И все. Смотрите, на часах без 15 и 11. Все, Наполеон уже и пропитался чуть-чуть. Сколько работы переделала Алла с утра? Куча. И приготовила вот такой вот Наполеон. Вот он. Посмотрите еще раз на него. Чтобы вы думали. Решите, будете готовить или нет. Смотрите, какой размер Наполеона. Видите? Вот блюдо. Вот такой Наполеонище получился. Так что решайте. Решайте сами. Иметь вам такой Наполеон или не иметь. Идемте на улицу. Трипот из стеклозмы, честно говоря. Но мне не жалко себя. Мне не жалко. Мне не жалко свой пот. Я хочу, чтобы вы научились готовить вкусные, недорогие десерты. И это самая главная задача. И ради этого я готова сто потами сойти, но вас научить. Поэтому, мои дорогие, готовьте такой Наполеон. Пожалуйста, приготовьте. Приготовьте Ларисы Наполеон. Понимаете? А потом вы приготовите и Ларисы, и мой. И еще я приготовлю Наполеон. И вы выберете для себя самый оптимальный вариант. И будете его готовить все время. Так что, мои дорогие, не буду задерживать. Бегу сейчас качать видео. Выставлять вам, чтобы вы готовили сегодня Наполеон. Мой Наполеон. За, я думаю, 40-45 гривен. Весом в полтора килограмма. Я вас люблю. Смотрите мои видео. Вы прекрасно знаете, что все, что я делаю, это для вас. И стараюсь делать как можно все это интереснее, чтобы было. Ну, а сегодня вечером, я думаю, а может и не сегодня, а наверное завтра. Завтра мы встретимся в прямом эфире. Все. Подписывайтесь, кто не подписался. Спасибо вам за все. До свидания, мои дорогие. Люблю. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok